Наверное, у всех вас в 21 веке присутствует персональный комп, будь он для офиса, для игр или же 3D моделирования. Впрочем, игры с перечисленного мною нехилого списка для слабого железа подойдут в частности и на большинство ПК. Всех приветствую на своем канале. Я, как обычная романия, ничего не изменилось. Тема моего видоса довольно нестандартная для моего канала, но актуальная среди большинства аудитории. Все же во что поиграть на слабом ПК и как реализовать возможности вашего нынешнего железного монстра, если он не дотягивает даже до 1 гига оперативной памяти, процессора Pentium примерно 2007 года. У меня, например, первый ПК появился именно в те далекие года. И видеокарты, к примеру, GeForce 8600GT с 256 мегабит видеопамяти, которая у меня сгорела после второго запуска Assassin's Creed Brotherhood. Еще отмечу, что ранее на канале я выкладывала FPS тесты на много какие игры, то есть бенчмарки на моем прошлом ПК со средними значениями. Но я его благополучно сдала в хорошие руки, уверена, он не будет скучать. Итак, по теме видоса, я старательно подобрала для вас 10 действительно прекрасных игр, с которыми, уверяю, вы уйдете с головой, дабы отвлечься от однообразных учебных и трудовых будней. А перед тем, как я начну озвучивать их, рекомендую настроиться на позитив, а также подписаться на канал и поставить лось с колоколом, ведь я очень стараюсь, упорно делая весь этот контент. Ну и еще, это не топ-10, коих предостаточно на просторах всемирной сети, а всего лишь список игрух, мимо которых, ну, просто невозможно пройти. Погнали! Начну, пожалуй, с игры в моем списке, которая меньше всего требовательна к железу. Это видеоигра 2004 года, Half-Life 2, где нас воодушевляют миновать бескрайние просторы тамошнего мира, замолчаливого героя Гордона Фримена, который, несмотря на этот, казалось бы, личностный недостаток, ловко раскидывает разной степени врагов обычной монтировкой, отыскать которую можно в любом дворе русской планировки. Half-Life это культовая игра о сопротивлении, которому предстоит добиться своего и избавить людской мир от инопланетного гнета. В игре большой упор сделан на сюжет, а затем уже геймплей, который не заставит игрока скучать. В наше время, в 2021 году, я думаю, он потянет абсолютно у всех. Но сразу оговорюсь, что Half-2 не подойдет любителям гнаться за графикой. Как я и говорила об этой игре в одном из прошлых видео, в данном шутере в огромном достатке присутствует орда зомби. Здесь вам, конечно, не райский уголок, как в Dead Island, но много схожего. По мне, так приятно играть и находиться дольше обычного. Это Left 4 Dead, только не вторая ее часть, которая требует аж 2 гига оперативы. Кстати, тоже кооператив и довольно-таки увлекательный. Используя в четыре руки дробовики, калаши АК-47, охотничьи винтовки или же бензопилу с катанами, мы способны защитить не только себя, но и своих друзей от разношерстных зомбаков. Я уверена, что многие уже по сто раз затирали до дыр свои компьютерные мышки, играя днями и ночами в кооперативы, ибо как одиночный проект, ну, совсем не катит. Сюжет есть, но он до нельзя обычный. Спасись из горящего вертолета, проберись сквозь толпу нежити, приди к контрольной точке, и так все шесть уровней, что нам даются. Ну, в общем, советую, все-таки это невероятный динамический экшен, в свою очередь далеко не требовательный к железу, но просто отличная замена второй части для тех, у кого всего 1 гиг оперативной памяти. А в этой чудесной игре под названием Borderlands, первой ее части вы выбираете одного из четырех искателей приключений на свою ж... голову, а затем отправляетесь в затяжное путешествие полной опасностей. Борда, назову ее так коротко, обладает красивейшей нарисованной графикой с видом от первого лица. Это очень, по мне, интересный проект в мире разрухи, где помимо вас еще куча психов, бандитов и жутких монстров. Не как в Аутласте, конечно, но хватает. Многие полюбили первую борду именно из-за прекрасной мультяшной графической рисовки, которая совсем не требовательна к железу. На то время такие игры были редкостью, ибо они только зарождались. В общем, зайдет игрокам любых возрастов. Впечатляющая история любви в этом слэшере от Capcom заставила страдать многих поклонников серии Devil May Cry. Вы, отважный служитель Ордена Рыцаря по имени Нера, обладающий невероятно быстрой скоростью. Кто он и откуда взялся, нам не особо хотят рассказывать. Но в одном мы точно ошибаться не могли. Нера – полудемон, как и протагонисты предыдущих частей серии Данте и Вергилии. Статья о Данте. В начале четвертой части он повел себя несоответствующим образом. Поэтому Нера решается опуститься за ним в погоню и разыскать свою возлюбленную по имени Кирия. В дальнейшем между ними завяжется интригующий мордобой. Именно сюжет тут и является большим плюсом игры. Он тут безусловно шедеврален, как по мне. Великолепный геймплей тоже не стоит откидывать в сторону, хоть он со временем и приедается. Но если уметь делать различные сложные комбо, то впечатления останутся надолго. Как по мне, один из самых годных слэшеров за всю историю их существования. После третьей, конечно же, ДМС. Ранее на своих стримах, и не только, я часто упоминала такую интересную особенность, как гоночные игры. Их на просторах игрового мира порядком хватает. Говорила я и о том, что мне не доводилось в них играть, но доводилось смотреть у множества стримеров друзей. Коротко говоря, игра эта называется NFS Most Wanted. Из всей серии именно эта часть произвела большое впечатление на миллионы игроков. По сути, считается легендарной. Поэтому мне и посчастливилось внести ее в свой список. Игруха представляет из себя покатушки на крутых тачках, которые вы видели только у звезд шоу-бизнеса и Моргенштерна. Также сопровождаются эти покатушки шикарной заводной музыкой. Воспроизвести ее я вам не смогу в силу авторских прав. Еще особенностью игры является кастомизация машин на любой ваш вкус. Также вам откроется потрясающий город Рокпорт с невероятными видами, в котором вы будете устраивать состязания на тачках, а также открывать новые гаражи, мастерские и дома для персонажа. Если NFS Most Wanted нравится миллионам про-геймеров по всем континентам, то понравится и вам. А в середине списка расположилась блистательная и эпическая РПГ, очень похожая на Диабло 2. Это произведение зовется Титан Квест, вышедший в 2006 году. Здесь есть все, что пожелает любитель красивых пейзажев и заморских стран. Тут вам и Древняя Греция с ее античной архитектурой, Древний Египет с его величественными и завораживающими пирамидами в огромной пустыне, а также Китай с его восточной стилистикой. И везде здесь хватает геймплея, где боевая система кажется увлекательной и очень легкой, в отличие от того же Гримдона, например. В игре вам придется пройти долгий сюжетный путь от Греции до Востока, попутно расчищая дорогу от различных разношерстных монстров, каждый из которых в своем регионе выглядит по особенному местному образу. По мифологии данной РПГ-вселенной сюжет повествует о походе нашего главного героя, которого вы создаете сами против трех братьев Телхинов, титанических богов, воспользовавшихся лишением людей божественной опеки с целью отдать землю во власть титанов. По мне, как ГГ сам тот еще монстр, сметающий все на путях. В общем, смело устанавливаете титан на свои титанические машины. Ну тут я просто обязана отметить такой шедевр, как «Сталкер. День Чернобыля», за который я с недавнего времени взялась проходить по совету моих многих зрителей на стримах. Является первой частью трилогии, разрабатывали шутер наши украинские братья-славяне. Начало игра положила в 2007 году и была в то время прорывом во всей игровой индустрии. Здесь вас ждет очень манящая атмосфера, классный сюжет и стремительный геймплей. Идея игрового мира «Сталкер. День Чернобыля» взята из повести братьев Стругацких «Пикник на обочине», где сталкерству уделяется большое внимание. «Вы, сталкер, все зовут вас Меченым, у вас полная потеря памяти. Вы не помните своего имени, кто вы и почему оказались в неизвестном месте, да и к тому же еще в зоне отчуждения». Назвал нашего героя Меченым Сидорович из-за странной татуировки на руке, с которого и начался весь наш сталкерский долгий путь. На этом пути вам придется столкнуться с различными монстрами, мутантами, враждебными группировками, нейтральными сталкерами, ну и, конечно же, аномалиями, которые норовят не дать пройти заблудшему путнику. А сбор артефактов покажется вам самым интересным из всего, что есть в игре, ибо сами артефакты находятся в довольно-таки непредсказуемых местах. В общем, данный шутер нравится многим, судя по отзывам, больше из-за атмосферы мистической таинственности и постоянной опасности, реальных объектов Чернобыльской зоны отчуждения, ну и кучи всего остального. Ну а следующая игра снова РПГ-направленности имеет огромную сюжетную составляющую, где все сюжетные решения зависят от вас. В Dragon Age Origin нет ни Греции с Египтом, зато присутствует полный фантазийный мир Тедоса. Все так же с монстрами и магами. Играть нам доведется за Серого Стража, последнего из легендарного Ордена Стражей, героем или героиней Фералдена, которому дано объединить потерянные земли и повергнуть главное зло Архидемона. Ну и остановить, конечно же, Мур. Выбирая одного из трех классов – воина, мага или разбойника, бороздя приключения за человека, эльфа или гнома, вы вершите великую историю, называемую Веком Дракона. Моя история несколько раз начиналась в Башне Магов, ибо мне она кажется наиболее интересной и продуманной. Моя героиня Фералден по имени Романия, будучи неслабым таким Архимагом, прошла огромный путь, спасая города и села, нанимая отважных попутчиков вроде Лилианы, Алистера, Морриган, Винк и верного Псама Барри, которые потом со временем из спутников превратились в друзей. Я вас прошу, не пропустите этот годный шедевр мимо себя, ибо можете потерять много приятных ощущений. И на предпоследнее место мне просто не терпится разместить, ну просто улетный, скажу так, стелс-экшен времени Ренессанса, Ассасин Скрит 2. Лично для меня серия Ассасинов умерла еще на третьей части, так как тема братства очень плохо развивалась в последующих частях. Не судите меня строго, очень прошу. Кредо Убийц 2 – это продолжение уникальной и амбициозной первой части Ордена Скрытых Убийц. Также и в современном мире, где Дезмонда Майлса перемещают в новый анимус 2.0 для извлечения памяти уже нового героя по имени Эцу Аудиторе до Ференса. Это в отличие от Альтаира уже не профессиональный мастер-ассасин, а молодой дворянин, одержимый местью за своих родных, пострадавших от рук безжалостного предателя, являющегося близким другом и советником семьи Аудиторы. Дальнейшая жизнь Эцу вскоре круто пошла наперекосяк. Он волею судьбы пожелал заделаться ассасином, нашел скрытый клинок и нарядный прикид, затем пошел свергать опьяненную деньгами и жадностью власть, прихватив с собой злодеев-тамплиеров. Геймплей претерпел многочисленные изменения со времен первой части. Бои стали разнообразнее, больше комбо и оружия, убийство скрытым клинком – одно удовольствие. Но особенно мне доставляло швырять стражников с крыши и всячески издеваться над прохожими, особенно избивать их кулаками и кидать в разные стороны. Так что смело снаряжайтесь скрытыми клинками и бегом играть. И вот я подошла к последней строчке списка, десятой по счету выбранной мною игре. Здесь расположена игра, которую знают лишь немногие. Это не время для драконов, так и называемая на русском. Довелось мне на нее наткнуться совершенно случайно, более 10 лет назад, обменяв DVD-диск. Продавец дисков очень молодой на то время человек, вкратце расхвалил игруху в красках. Но я и подумала немного и все-таки решила установить. Кстати, игра сделана по книге русских же господ писателей Перумова и Лукьяненко с таким же названием. Значит, мы в шкуре Виктора, обычного московского врача средних лет, живущего своей простой жизнью, застрявшего в своих повседневных заботах, но вдруг ставшего попаданцем совершенно параллельный срединный мир магии с гномами, женщиной-кошкой и сектой дракона-поклонников. А привела его в данный мир странная девчонка Тель, использующая неведомое волшебство. По ходу сюжета мы и выясним, кто она такая, а сам Виктор со временем становится только сильнее, ведь он избранный для срединного мира, находящегося в полном смятении и разрухе. Особенно необычно для игры тех времен добавили все четыре стихии «Огонь, вода, воздух и земля». Редко где такое встретишь. Попутно команде Виктора предстоит сметать владельцев этих стихий, довольно забавно это смотрится. Еще необычно для игры перемещение между локациями, на поездах. Сию чудеса в играх, созданные зарубежными командами, на то время не встречались. Спутников, на удивление, в такой игре много. Насколько помню, пятеро. И они абсолютно разные, начиная от «Чудо-магия Сайтель», заканчивая крупным брутальным гномом, которого я не особо-то и брала в дорогу. Ах да, вместо него со мной частенько прохлаждались местный маг, старец Ян и женщина-кошка. Что могу сказать? Очень уж рекомендую игру к прохождению. Там есть все. Многочасовой геймплей, увлекательный сюжет и куча побочных квестов. Вот чего-то я не сделала на протяжении списка всех десяти игр, и чего же. Да, точно, я не упомянула ни одной игры серии Resident Evil, но думаю, еще успею в дальнейшем. И чтобы это событие свершилось, подписывайтесь на канал, ставьте лайсы и колокола, озвучила, подготовила текст, ну а также весь монтаж, собственно, романия. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok